Здравствуйте! В 8 вечера в Одессе пришло время вам узнать все, чем сегодняшний холодный, но солнечный четверг войдет в историю. В студии Максим Малынов. И в этом выпуске мы расскажем вам вот о чем. В Одесской области продолжается борьба с последствиями непогоды. Снежные завалы на этой трассе настолько глубокие, что в них застревают бульдозеры. Вытаскивают их с помощью специальной военной техники. Как похоронить мечту бюрократии? Бессарабия – это винный регион. И виноделием тут занимаются двор через двор. Чтобы продать вот такую бутылку с алкогольным напитком, необходимо получить 39 согласований. На практике это невозможно. Тем временем жители поселка Котовского обещают перекрывать дорогу. Ну прямо уже зла не хватает. Гоняют, гоняют. То, что они делают, незаконно совершенно. Ну а теперь об этих и других событиях более подробно. В Одесской области продолжается борьба с последствиями снежной стихии. Чтобы расчистить дороги, спасателям приходится использовать тяжелую инженерную технику. Но даже она застревает в сугробах и не справляется с нагрузкой. На одной из наиболее сложных трасс в Коминтерновском районе спасатели уже несколько дней не могут пробить путь в ближайшее село. Но туда смогли пробраться наши корреспонденты. И своими глазами увидели, как идет работа. Юлия Федорова. Далее об этом подробно. Коминтерновский район. 60 километров от Одессы. В 300 метрах от этой дороги расположено село Старые Шомполы. Населенный пункт занесен снегом и доехать в него невозможно. В селе трое суток. Не было света. А его жители до сих пор находятся в полной изоляции. Снежные завалы на этой трассе настолько глубокие, что в них застревают бульдозеры. Вытаскивают их с помощью специальной военной техники. Трассу освобождают от сугробов военные инженеры. На гусеничном путепрокладчике БАД-2. Задача вытащить бульдозеры с глубокой ямы. Дорога в падении находится. И на Милово слишком много снега. Техника не справляется. Подобные случаи на заснеженных трассах Одесской области за последние дни исчисляются десятками. Такого снега одесские спасатели не помнят давно. Глубина снега около 3,5-4 метров. Тяжело взять и практически невозможно. Просто до 20-30 проходов бывает. Самая проблема то, что можно самому сесть и просто утопнуть там снегу. В ликвидации последствий непогоды помогают военные моряки со своей спецтехникой. Оперативную группу возглавляет капитан первого ранга Андрей Коваль. Если вы его туда тянете, он взвалится зараз. Вот сюда надо, в этой плоскости вытягивать. Если выбрать неправильную тактику, бульдозер просто перевернется. Тогда вытащить его можно будет только с помощью подъемного крана. При таких погодных условиях это невозможно. В 100 метрах отсюда работает армейский грузовик. У него другая задача – спасение автомобилей, снежных ловушек и подвоз необходимых материалов. Сергей простоял на этом месте больше 8 часов. Его автомобиль заглох, не осилив затяжной подъем. Сейчас его вытягивают с помощью пожарной машины. Ночная оперативная группа спасателей работает без пересменки и отдыха. На некоторых участках трассы толщина снежного покрова достигает нескольких метров, а под ним прочная ледяная корка. На операцию по освобождению бульдозера ушло больше 6 часов. За последние трое суток спасатели Одесской области вытащили из заснеженных трасс. Сотни машин и помогли выбраться из заносов тысячам человек. Сегодня в области на расчистке трасс от снега работает более 300 человек личного состава. В случае ухудшения погоды спасатели готовы отправить на борьбу со стихией дополнительные силы и средства. Километровые пробки. Сотни машин попали сегодня в заторы на Старо-Николаевской дороге из Одессы в Южный. Новая Николаевская дорога пока закрыта для проезда грузовиков, а старая осталась открытой. Многие водители фур решили выехать из Одессы по трассе на Южный и застряли по дороге. Очереди из грузовиков оставили только одну полосу для движения. Водителям приходится ждать по 30-40 минут, чтобы разъехаться. Круглый стол, посвященный Минским соглашениям, сорвали сегодня патриотично настроенные активисты. Мероприятие пытались провести в отеле на улице Успенской. Организовала встречу некая Виктория Шилова. Женщина называет себя общественницей. Она постоянная гостья российских пропагандистских эфиров. Также Шилова не раз светилась на территории ДНР в компании самого Захарченко. К началу круглого стола так называемую общественницу дожидались одесские активисты. Они уверены, мероприятие – это очередная попытка раскачать ситуацию в регионе. После небольшой перепалки между оппонентами встречу все-таки отменили. Сейчас будет большая информационная атака кремлевских халуев, будем называть их так, по информационной дестабилизации. Это тактика на дестабилизацию именно внутренней ситуации в Украине, попытки поднятия масс для каких-то массовых противостояний против нынешней власти. Документы без проблем. Теперь жители Одесской области могут получить услуги с помощью компьютера. К примеру, для того, чтобы получить ту же справку о судимости, достаточно иметь лишь доступ к интернету. Как это работает, знает наш корреспондент Ирина Стрябко. Далой длинные очереди и бюрократический квест. Следом за Днепропетровской, Львовской и Киевской областями Одесский регион также подключился к порталу igov.org.ua, который дает возможность получить госуслуги в электронном виде. Сам проект разработала группа волонтеров. Для жителей Одесской области пока доступны 18 услуг. С помощью компьютера можно теперь оформить субсидию или получить справку об отсутствии судимости. Мы внедряли прежде всего социальные услуги, потому что это вопрос тоже такой готовности. У нас в гражданскую приемную обращаются люди, у них самое большое количество вопросов связано с разными социальными вопросами, поэтому это те услуги, которые мы начали внедрять первыми. По словам координатора проекта igov Дмитрия Дубилета, до конца 2016 года в Украине планируется запустить более тысячи услуг. В Одесской области около ста. Больше 160 послуг, которые реализованы на платформе igov в электронной форме. Я очень надеюсь, что ближайшим временем все эти услуги будут доступны в электронной форме, так же в Одесской области. А в целом до конца этого года у нас есть амбитные планы, чтобы перевести абсолютно все услуги, которые есть в нашей стране, в электронную форму. Наступным блоком мы плануем запустить услуги МВС. Реестрация автомобилей, обновление водительских прав и так далее. Одесская обладминистрация поддержала инициативу волонтеров. На протяжении месяца в нашем регионе портал работал в тестовом режиме. С сегодняшнего дня функционирует полноценно. Сейчас открываются схожие принимания в районах, чтобы люди могли при принимании зайти. Также работники принимания допоможут запомнить заявку и отримать. Это уже намного удобнее, чем ехать в область, в центр, оформлять эти услуги. Я хочу поблагодарить ребят, которые приехали, ребят, которые волонтеры, как Люба, которые приехали вообще из-за границы, что они не сдаются, несмотря на всю бюрократию, которая есть в этой стране, и пытаются продвигать электронные услуги, а вообще, в общем-то, все какое-то реформирование, реформировать систему. Предоставление админуслуг в интернете решает несколько вопросов одновременно. Во-первых, это эффективный способ борьбы с коррупцией, так как отсутствует прямое общение с чиновником. Во-вторых, повышение эффективности госаппарата. Ну и в-третьих, это очень удобно и просто. Например, во Львове есть возможность получить справку о несудимости, которая удивительно популярная справка, хотя мне она не нужна, но государство требует постоянно. Справка о доходах, станции МИМ, копия разных решений местного саморядования, документы с цифровой подписью. Для получения онлайн-услуги одесситам нужно немногое – компьютер и доступ в интернет. Если же возможности войти во всемирную паутину нет, можно получить услугу прежним способом. Наталья Костынко, Ирина Стрябко, Андрей Кульба, Седьмой канал. Зарегистрировать недвижимость одесситы могут уже в интернете. Новые правила вступили в силу с 1 января этого года. На сайте Минюста Украины можно найти данные о собственной недвижимости. Подать документы на регистрацию необходимо через нотариуса или обратиться в Центр предоставления админуслуг. Срок оформления – от пяти дней до двух недель. Стоимость – от 140 до почти 7 тысяч гривен. Именно отсутствие монополии, отсутствие административного влияния на этот рынок и конкуренция за качество, она и станет тем определяющим фактором, который, скажем так, минимизирует коррупционные, прежде всего, риски в этой среде. Свидетельство о праве собственности будет только в электронном виде. Подтверждение вы также получите через интернет. После прохождения регистрации результат будет опубликован на сайте Минюста, а на руки гражданин сможет получить распечатку без подписи и печати. Виноделы Одесской области не могут получить лицензию на торговлю. Чтобы реализовать качественный продукт, предпринимателю необходимо получить разрешение почти что в 40 инстанциях. Глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили хочет упростить процедуру для представителей малого бизнеса. История одесского винодела из Франции в сюжете нашего корреспондента Ольги Голодовой. Как похоронить мечту бюрократии? Бессарабия – это винный регион, и виноделием тут занимаются двор через двор. Чтобы продать вот такую бутылку с алкогольным напитком, необходимо получить 39 согласований. На практике это невозможно. Кристоф Лакерен – винодел из Франции. Вместе с женой и двумя детьми проживает вблизи села Шаба Одесской области. Арендует землю, выращивает виноград и делает вино. Небольшой бизнес инвестирует сам Кристоф и его друзья. За более чем 10 лет аренды земли виноградники Кристофа жгли 23 раза. Кристоф Кустарников уничтожено на 70 гектарах. А 14 января в дом Кристофу пришла пара молодых людей. Мужчина с женщиной хотели приобрести вино. Кристоф долго отказывался, в итоге согласился. А дальше все как в страшном фильме. Выскочили несколько, 5 или 6 машин с автоматами. Люди руки на капот и мне и Кристофа его обыскивали. А потом предъявили нам решение суда на обыск подвала, поскольку мы подозреваемся в том, что тут организован цех по выпуску контрафактного вина. Производство вина действительно имеет место. Было установлено 7 тысяч бутылок вина уже разлитого. И почти 25 тысяч литров виноматериала. Мужчина признается, что работает без лицензии. Он пытался получить необходимые документы, но у него не получилось. Чтобы продавать алкоголь с лицензией, надо 39 согласований с различными органами. В большинстве случаев, говорит, ему попросту отказали. Кристоф считает, что арендованную землю хотят захватить. Чтобы этого не случилось, Михаил Саакашвили выступил личным адвокатом Кристофа Лакарена. Я хочу всех тоже призвать, просто объединить, что наконец-то у нас в Украине, в Одесской области, было легальное виноделие. Легально мы производили вино. Легально люди имели доступ к качественному продукту, а не к барматухе. Когда платишь взятки, лучше у вас производить красители делать, естественно. Когда не платишь взяток, тогда все будут продавать нормальное вино. Михаил Саакашвили хочет помочь одесским виноделам. Он предлагает внести изменения в законодательство и упростить процедуры контроля для производителей вина. Ольга Голодова, Алексей Филиппов, Седьмой канал. Стихийная торговля или способ выжить. Они зарабатывают себе на жизнь продажей вещей. Делают это прямо на улице, около рынка на поселке Котовского. Говорят, арендовать помещение слишком дорого. Конечно, городская власть игнорировать такое не может и просит нарушителей закона покинуть территорию. В ответ горожане обещают перекрывать дорогу. Все стороны конфликта выслушала Анна Грынев. У меня 950 пенсия. Я похоронила мужа и сына. И у меня мама 83 года. Куда мне деваться? Татьяна продает вещи уже несколько лет. Говорит, торговать на улицу пошла не от хорошей жизни. После смерти родных совсем осталась без поддержки. То, что нарушает закон, понимает. Но аренда помещений для нее слишком дорогая. И так считает, не она одна. Магазины 28 тысяч в месяц аренда. На Днепродорога-Бочарова магазин 7 тысяч. 7 тысяч в месяц надо заработать, чтобы отдать дяде. Плюс купить товар, плюс к этому всему что-то самому заработать. Я лет 6 назад 2 800 платил. 2 800 платил. Я немножко работал, не выдержал. Располагает свой импровизированный рынок на поселке Котовского на улице Бочарова. Жители рассказывают, так называемые облавы начались несколько месяцев назад. С тех пор им каждый день приходится бороться за свое место. Это приходят ребята с департамента безопасности горсовета. И сказали, что по указанию мэра, это вы нас должны разогнать. Многие из протестующих – пенсионеры и инвалиды. Им работать приходится и в снег, и в дождь. По их словам, в среднем в день зарабатывают не больше 50 гривен. По информации жителей поселка, разгонять всех стали сразу после Нового года. Но вот директор департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета это отрицает. Говорит, предупреждали людей гораздо раньше. Но они ничего предпринимать не захотели. Вы можете услышать, если будете на этих местах, я пенсионер. И мне надо там заработать депрессии. Я инвалид. На рынках поселка Котовского есть места, сделанные городом, где торговля для таких лиц оплачивается 1 гривна в день. По словам Виталия Краснопера, нарушения закона очевидны. И тут городская власть на стороне обычных жителей. Длительное время от жителей поселка Котовского идут жалобы. Ну, можете ознакомиться при желании. Но основное, они нарушают административный кодекс, статью 160, это торговля срок в неустановленном месте. Сами стихийные торговцы просят найти решение. Говорят, готовы платить за свои места, но разумную цену бороться хотят до конца. Мы будем принимать крайние меры. Дорогу будем перекрывать, будем бастовать. Вам необходимы места для торговли, вам их не хватает на рынках, где-то еще. Ну, тогда давайте садиться за стол и конструктивно разговаривать. Мы будем следить за развитием этой ситуации и сообщать вам о всех изменениях. Анна Грынев, Игорь Казанжи, Алексей Пережилин, Седьмой канал. Сегодня в Украине чтят память защитников Донецкого аэропорта. Акции памяти проходят во многих городах. Одесский аэропорт стал местом проведения всеукраинского флешмоба военных оркестров. Подробности далее в сюжете. Международный аэропорт Одесса. Сразу три оркестра. ВМС, Нацгвардии и Военной Академии принимают участие во всеукраинском флешмобе в честь защитников Донецкого аэропорта. ВМС, Нацгвардии и Военной Академии Багато військовослужбовців, захисників Донецкого аэропорту були серед наших земляків, одесситів. Це і воїни-десантники, і воїни механизованої бригади нашої 28-ї. За грою оркестра наблюдали пассажири і роботники аэропорта. Окончання каждої композиції встречали аплодисментами. Динамично очень, очень понравилось. Единственное, що громко, конечно. Але задеває, скажімо так, чувства определенные вызывает. Ми грали такі, ну, таку музику, яку спокійну і тиху, щоб почтили пам'ять люди. Тому що здесь зараз мирно, спокійно. А год назад в Донецці происходило нещо. Ну, цього ніхто не бачив, ніхто не почувствував, якщо не був там. Така ж акція проходит не тільки в Одесі, в Києві, Харькові і в інших городах. Александр Полуев, Алексей Барановський, Седьмой канал. Ко дню соборности библиотека имени Грушевського подготовила выставку литературы. Все, кто интересуется историей Украины, могут почитать книги, материалы, документы о событиях, когда объединились в Востоке-Запад нашей страны. Сегодня библиотеки посетители смотрели документальные кадры 1919 года и читали поэзию. Тримаємо ж, браття, стягцей чесно, шануймо вічний заповідь, Щоб схід і захід, що воскресли, не знали б більше горя і бід. Ця історія длится через века. Сьогодні багато молодежи прийдет. Я надеюсь, що вони всі розкажуть, наскільки для них важна ця дата. Сьогодні соборность – це наше сердце, наша душа і то, чому ми уделяємо огромне внимание. В експозиції библиотеки представлены рассказы очевидців, документы разных лет і описання борьби українського народу за свою свободу. Виставка продлится ще нескільки днів. А тим временем в Одесі презентовали книгу, которая може спасти жизни. Історію про онкобольного мальчика под названием «Шапочка» и «Кит» написала Катерина Бабкина. Она решила не тільки привлечь внимание к теме рака у дітей, но і помочь їм. 5 гривень з каждой купленной книги отправиться в фонд борьбы со страшной болезнью. Подробності об цьому – далі в сюжеті. Тексты Катерины Бабкина переводят на разные языки мира. Она сотрудничає з изданнями «Исквайр» і «Лемонт». В Одесу писательниця привезла свою взрослую повість для дітей «Шапочка» і «Кит». Это історія о мальчикі, який болеє лейкозом і знакомиться з літаючим китом. «Що мене спонукало про це говорити? Бажання говорити про життя і потреби всіх людей, а не тільки таких сферичних ідеальних персонажів в вакуумі. Це не книжка про хворобу, це книжка про життя «Шапочки», про його потреби радості, про його щастя, про його плани на майбутнє, навіть незважаючи на те, що він не знає, скільки у нього майбутнього». Катерина говорить, писати на таку тему було непросто, прийшлося довго готовитися. «Шапочка» і «Кит» – це не тільки трогательна історія о дітях, які борються за смертельну болезню. Це способ їм допомогти. П'ять гривень з кожной купленої книги перечислят в Международний благотворительний фонд «Таблеточки». Цю ідею підтримав і Борис Херсонський. Він розповідав, як ще 15 років на онкобільних ставили крест і не пускали к ним психологів. Вони прийшли туди, а їм сказали, ні, не потрібно. Не потрібно, ми так само, ми доктори, ми даємо медикаменти, а що ви будете з ними розмовляти? Мені здається, що за останні 10-15 років це вже змінилося. Катерина планирує продати 200 тисяч екземпляров за год. Так она соберет для онкобольних дітей миллион гривен. Писательница верит, що шапочка ікит тронет сердця українців. Олеся Повар, Алексей Пережилин, Седьмій канал. Селфі з музейним експонатом. Сразу два одеських музея присоединились к міжнародному флешмобу музейних селфі. До конца дня горожане могли зайти в Дом Блещенова или Музей Западного і Восточного іскусства і зробити фото і публікувати в соціальних сетях. Селфі з експонатом зробила і наш корреспондент Екатерина Лапицкая. Селфі можно сделать на фоне любого музейного объекта. Главное при этом не использовать вспышку. Она може навредити експонату. Яркий свет разрушает произведения искусства, поэтому во всех музеях мира нельзя использовать вспышку. Ещё один запрет ввели недавно – на селфі-палки. Ими посетители сбивали экспонаты. А вот автопортреты не стали запрещать. Сейчас мы с вами находимся перед мраморной скульптурой итальянского мастера Чезаро Сокки «Валькирия», которая изображает северную гордую воительницу с горы Вальхала. И она мне очень-очень нравится. Это один из, наверное, любимых экспонатов в Музее Западного Восточного Искусства. И я сделаю с ней селфі и обязательно размещу на своей страничке. Снимки с любимыми экспонатами делают даже сотрудники галерей. В этом году к флешмобу подключился Одесский музей Западно-Восточного Искусства. Мы рассчитываем на то, что люди будут таким образом как-то популяризировать и показывать, что музей – это не только молчаливое, гордое искусство, но и возможность как-то в такой игровой и развлекательной форме приобщить себя и своих близких и друзей. Фотографироваться с экспонатами в этот день разрешили в еще одном музее Блещунова. Говорят, снимки не только рекламируют искусство, но и позволяют ценителям взглянуть на любимые экспонаты по-новому. Очень часто такие смешные особенно фотографии становятся вирусными в сети и их используют потом в музее, в своих каких-то лекториях сотрудники и показывают, как можно интересно сфотографироваться на фоне экспозиции. Посетители выставляют свои снимки в социальных сетях с особыми пометками – хэштегами. Указывают название акции и музея, где сделано фото. В международном флешмобе музейных селфи участвовали Екатерина Лапицкая, Валентин Мирза и весь седьмой канал. Сегодня во всем мире отмечают День объятий. По своеобразному поверью, во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом. Это поднимает настроение и заряжает позитивом. А с научной точки зрения такое приятное занятие повышает иммунитет и вызывает благожелательное расположение к другим людям. Любят ли одесситы обниматься, узнавала Яна Нестеренко. По традиции праздника заключать дружеские объятия сегодня можно даже незнакомца. Поэтому в разгар рабочего дня и несмотря на зимние морозы седьмой канал идет обниматься. Ученые говорят, что для хорошего настроения и бодрости духа человеку нужно обниматься минимум 12 раз в день. Это положительно влияет не только на вас, но и на того, к кому вы решили прильнуть. Одесса славится дружелюбием и гостеприимностью. Но каково это попасть в объятия первому встречному? Сейчас узнаем. Здравствуйте, можно вас обнять? Можно, конечно. Сегодня всемирный день объятий, так что обнимайтесь. О, я вас поздравляю. Мы вас обнимаем тоже всех, девочки. Успехов вам. Спасибо и вам. Можно вас обнять? Да, давайте сегодня. Бог вам дал все, что вы хотите. Всемирный день объятий отмечают несколько раз в год, но именно январские обнимания считаются национальным праздником. А для Одессы дружеское отношение к иностранцам всегда имело значение. Можно вас обнять? Можно? Можно я обнимаю тебя? Люди реагируют по-разному, но отказать милой и доброжелательной девушке мало кто решается. Можно вас обнять? Солнышко, зачем меня обнимать? Потому что сегодня всемирный день объятий, нужно дарить душевное тепло. Пожалуйста, вы такая чудная. Наташа у меня. Hello. Спасибо вам большое. Всего доброго вам. Всем, кто расчищает дороги от снега, тоже нужна дружеская поддержка. В наше время людям, конечно же, не хватает добра, тепла и веры во что-то светлое. Поэтому объятие – один из самых лучших способов показать, что мы за мир и покой в нашем городе. Ежегодные флешмобы, которые проводятся в дни объятий – это самое малое, чем мы можем поделиться с незнакомцем. Дарить свою заботу и оказывать поддержку нужно каждый день. Важно стараться быть открытым и приветливым для людей. Это не надо упрятывать в конкретные дни. Этим надо жить и пропитаться. И не согласно каким-то флешмобам, а внутри это должно быть, расти из семьи и дальше. Когда незнакомец на улице предлагает свои объятия, реагировать нужно быстро. Что вам стоит быть немного дружелюбнее к окружающим и делиться позитивом с людьми? Ведь так вы делаете мир добрее. Яна Нестеренко, Олеся Повар, Евгений Нруденко, Седьмой канал. Ну вот такой дружелюбной и теплой была последняя информация в нашем выпуске. Я с вами прощаюсь до понедельника и передаю слово моему коллеге Игорю Буренко. Он будет работать в этой студии в пятницу. Обнимите сегодня тех, кто вам дорог, и будьте внимательны к своим близким. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!